всем привет дорогие друзья сегодняшнем видео хочу вас ознакомить еще с одной посылочкой которая сегодня получил это у нас bluetooth колоночка очень такая вот нашумевшаяся самая популярная bluetooth колоночка которая уже в интернет принципе поразила своим звучанием сейчас мы распакуем в общем и посмотрите конкретно что я имею ввиду как видите упаковка у нас пришла полностью запечатанная коробочка у нас оригинальная и как видите колоночка у нас тран смарт на элемента 6 но в принципе вы уже наверное сами понимаете что это за колонка потому что в интернете эта колонка уже просто поразила всех чуть ли не каждый о ней снимает обзор вот я принципе тоже решил себе и купить для похода всяких таких вот лес сейчас ее тоже хочу распаковать и убедиться насколько правду они говорят коробочка открывается под магнитиком у меня такие телефоны когда-то были тоже такой коробочкой классная штука здесь сразу у нас встречает такой вот типа гарантийки да здесь варантийный карт карта карта гарантий дальше отложим ее сама колоночка в такой порлоновой вставке довольно все аккуратно классно сделано довольно тяжеленькая да да вообще довольно тяжеленькая неплохо так так больше дальше ничего здесь нет скорее всего разве что этой коробочкой что-то может быть так еще все больше ничего нет получается здесь у нас мануальчик ну такой вот инструкция на английском еще китайском языке английско-китайском языке наверное еще и еще даже русский здесь получается много разных языков поэтому такая толстая коровная книжечка дальше у нас такой кабелек очень качественный такой прорезиненный не просто кабель какой-то там китайский голимый здесь чувствуется качество сразу заметно да аукс кабель в общем двух сторон 3g 3 3 5g jack так здесь тоже прорезиненная такое хорошее качество чувствуется микро микро юсб и юсб хорошо есть и собственно сама колоночка колонка очень классно смотрится вообще в реальности да на видео принципе других разных обзоров не правду говорят в принципе насчет ее стиля стиль у него действительно обалденный смотрится вообще шикарно видно стараюсь показать деталях здесь имеется вот для микро юсб и для аукса разъем он здесь прячется получается для герметичности но я думаю под конкретной водой наверно скорее всего намокнет но таких вот принципе если просто облить ее водой то думаю ничего с ней не будет даже если на ее ведро воды вылить я думаю с ней ничего не должно случиться качество здесь вообще отличная все классно сделали звук да сейчас мы подключим и проверим как она играет круто включается конечно сразу в телефоне находится устройство клонка сразу же подключается очень все быстро попробуем что-нибудь включить так сейчас подключу к примеру такую отмозочку это Субтитры добавил DimaTorzok Звук обалденный на самом деле Скорее всего у вас на видео вряд ли полностью глубину звучания эта колонка передаст Но поверьте, здесь в реальности она звучит вообще просто обалденно Чисто, громко и вообще просто обалденно звучит колонка Сейчас еще включу еще какую-то, например, роковскую В общем, звук обалденный Как вы слышите сами, колонка на самом деле очень довольно маленькая Ну, по сравнению с своим размером Ну, она сейчас, если так вот, сейчас рулетку взять, к примеру, по мере ее Размером 19,5 и чуть меньше 8 получается В радиусе В общем, довольно маленькая Если сравнивать, например, ее с JBL, как вы многие уже знаете JBL, конечно, брендовый такой Есть, конечно, и подделки Очень качественно звучит Но JBL, во-первых, он и огромный, побольше сама колонка Во-вторых, он стоит как минимум в 3, а то и больше раз дороже Потому что, по сравнению, например, вот эта колонка 50 долларов стоит А JBL примерно 170-180, примерно вот так вот денег Долларов стоит Вот и сами можете посудить А то и больше даже бывает за 200 Смотря какой, опять же, JBL Если, например, я говорю про Charge 3 Колонка спереди имеет вот такую панельку Здесь просто, как видите, включение-выключение, понятно Переключение треков Потом пауза или включение самого плея И, собственно, телефон здесь нарисован Это типа можно поднимать здесь трубку Если вам звонят на тот телефон, который играет, например, через него музыка И по нему разговаривать Колонка, в принципе, может воспроизводить этот звук с телефона То есть практически с любого Любой звук со смартфона, если у вас подключен смартфон Любой звук, который он может воспроизводить То ли там будет онлайн какой-то там контент YouTube, например, то ли там радио онлайн В общем, даже телефонную связь может воспроизводить спокойно Опять же, это очень интересно Но здесь, конечно, минус, что здесь нет флешки микро Хотя бы какой-нибудь флешки, чтобы можно было туда музыку закидывать То есть, чтобы и так, и так можно было Это можно назвать минусом Но, в принципе, если не считать вот эту штуку, что здесь нет флешки Я этим пожертвовал Потому что любой звук со смартфона, она очень полезна Например, радио онлайн слушать Любое радио, которое мне захочется там в лесу, например Вообще классно Колоночка сделана очень качественно Особенно, если смотреть, например, что вам видно Вот эта вот часть Это такая вот, даже не пластик Это такая вот, как будто жесткая ткань Сделана с ниток Очень, на самом деле, приятно в руке так вот держать Она такая шероховистая, интересная поверхность Ну, это пластик софт-тачевый Тоже, конечно, приятный Здесь у нас имеются заглушки Для микро-USB Для зарядки, к примеру И AUX кабеля, опять же, который идет в комплекте Дальше у нас снизу такая вот Типа диффузорчик Это на самом деле здесь нет никаких динамиков Это у нас просто вот так вот сделали Хотя он выглядит так вот прогибается Прямо как динамик какой-то Диффузор, но на самом деле там динамика нет Это просто так сделано, чтобы басы как бы так выдавали свое Не знаю, оно за счет этого Как-то так продумано сделано Что выдает отличный бас Вот А здесь колонки здесь с двух сторон И создают эффект, как будто бы 3D Вообще, типа, вокруг играет Но на самом деле только с двух сторон получается Звук здесь переключается вот таким вот способом Отлично Придумали решение Очень качественно, красиво сделано Вообще, мне очень нравится Приятно на ощупь Колонка на коробке Как видите, у нас указано, что здесь 25 Вт 25 Вт в этой колонке Это довольно много И 15 часов держит батарейка Но на самом деле, это если считать по китайским Каким-то там часам По 3,7 Вольта Если они считают, то там может и быть 15 Вт А в реальности, если по 5 Вт считать То здесь будет это 8,5 Где-то так около 9 часов Реальности держит хорошо Звукокруг, как видите Батарейка тут стоит Аж на 5200 мА Насколько я помню Это одна из самых больших батареек Что я видел, в принципе, в портативных колонках Колонка на самом деле Очень мощная Батарейка тоже очень мощная Хватает очень надолго Итак Вот Вот у меня, например, еще есть Такая колоночка, как X-Mini Может уже вы ее видели В принципе, раньше Довольно маленькая Сейчас я покажу, как в реальности она выглядит Тут написано Плохо видно X-Mini, короче Колонка Вот смотрите Если сравнивать с этой колонкой Какой размер получается Что эта колонка у нас 18 Вот сколько я там считал На сантиметров То вот эта колонка у нас вообще 5 сантиметров Всего-то 5 сантиметров Как спичный коробок получается На 4 На 4 с чем-то там В общем, это самая маленькая Мини портативная колонка Что я вообще видел И она звучит В реальности очень Чисто Четко Не то, что там Многие такие Есть квадраты Например С антенкой Там с радиом Они вообще там Хрипят страшно В общем, большинство таких колонок Хрипят страшно Вот эта колоночка Она самая маленькая Во-первых И очень чисто звучит Качественно С басами даже хорошо Но здесь, по-моему Всего-то 3 ватта Так что здесь Только один динамик идет Так что Звук Сильно Не сильно громкий Но он громкий Для такой колонки Он вообще громкий Достаточно Сейчас мы его включим В принципе Покажу вам Как работает И та, и та Сейчас подключусь К обоим И сравним звук Как играет В одной и в другой Так Возьмем К примеру Переключимся Сразу на эту колонку X-Mini Включим я сначала Тут всего 3 режима В правом Правый режим Это у нас Переключение на Bluetooth То есть для Беспроводного подключения К смартфону К примеру Левое подключение Это у нас Через AUX То есть Подключать напрямую И через кабель При середине Просто выключить Вот Крышечка У нас Заклушка То есть Чтобы динамик Там не повредить Это очень Хорошее решение В принципе Есть такое Крепление Там например Можно через Карабинчик Там К рюкзаку К примеру Подключить На ремень Повесить Вообще Маленькая колоночка И даже Никто не заметит Что у вас играет Все будут удивляться Откуда музыка играет Так Включим Сейчас Мы на ту колонку Музыку К примеру Отлично звучит На самом деле Довольно громко Для такой маленькой колонки Вполне хватает За счет того Что она маленькая Соответственно Там аккумулятор Небольшой Так что Сильно Долго ее не хватает Это разве что Напрямую Подключить к повербанку Например И поставить В лесу Где-то Чтобы она Заряжалась Постоянно От повербанка То тогда Ее может Надолго Хватить В зависимости От емкости Повербанка Самого Вот А насчет Этой колонки Сейчас мы сравним Звучание Опять же Включим Эту Переключимся Обратно Думаю Вы понимаете Что это Несопоставимо Конечно Под сравнением 3 ватта С 25 ваттами Это конечно Небо и земля По звучанию Громкость Здесь конечно Естественно Выше Намного Звучит Это тоже Очень классно Но Просто для сравнения Что вот этот малыш Справляется С музыкой Вообще тоже Отлично С звучанием Тоже Очень хорошо Так что Имейте ввиду Можему ссылочку Тоже кстати Скинуть под видео Если кому интересует Это стоит По моему 10 долларов Это 50 долларов Так что Вот так вот Колонку Опять же ссылочку Где эту колонку Можно купить Где я покупал Скину Тоже под видео 50 долларов Это вроде Самая низкая цена По ней Там наверное Еще можно Какой-то купон Использовать Если что Да и То что В этой маленькой Колоночке Например Здесь если подключать Музыку То она Способна воспроизвести Только с плейлиста Конкретного плеера Например С радио Какого-то там Или другой звук Например С телефона Она уже не может Воспроизвести Только плейлист Музыкальный Все Эта же колонка Способна воспроизвести Любой звук Как я уже сказал С телефона Который может Воспроизвести Даже Мобильную Мобильные разговоры Так что Вот так А на этом Пока что Будем заканчивать Кому понравилось Ставьте лайки Подписываемся Всем пока До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok